Добрый день, дорогие друзья! Я Алена Анатольевна Панкратова. Представляю департамент судебно-медицинской экспертизы. Сегодня в нашем эфире «Слово эксперта» мы продолжим разбирать тему экспертизы детско-родительских отношений, и в частности мы обсудим такие моменты, как законодательная база по этим вопросам, вопросы, которые ставятся на разрешение эксперта, и также обсудим случай из судебной практики, который был в нашей организации как пример. И начнем мы с буквы закона. Регулированием ситуаций, связанных с осуществлением родительских прав и защитой интересов детей, производится посредством Семейного кодекса Российской Федерации. И в частности, если мы говорим об установлении порядка общения ребенка с родителями и проживании ребенка при раздельном проживании родителей, это регулируется у нас статьями 24, 65 и 66 Семейного кодекса Российской Федерации. И если мы говорим о случаях усыновления, то мы смотрим статьи 140 и 141. Так, например, в статье 24 Семейного кодекса Российской Федерации говорится о том, что при расторжении брака в судебном порядке супруги имеют право предоставить суду соответствующее соглашение о порядке проживания их несовершеннолетних детей, о порядке выплат средств на их содержание и о размерах этих средств, либо о разделе имущества супругов. В случае, если такое соглашение не достигнуто, оно не представлено суду, либо оно представлено, но суд видит, что при этом нарушаются конституционные права ребенка, то, соответственно, данным вопросом, то есть данное решение уже ложится на плечи судьи, и суд принимает решение самостоятельно. В данном случае как раз и требуется судебно-психологическая экспертиза детско-родительских отношений. Итак, как правило, эти споры по детско-родительскому отношению являются объектом судебно-психологической экспертизы. Соответственно, на разрешение эксперта в определении суда могут быть вынесены следующие вопросы. Первый вопрос, естественно, это каковы психологические особенности ребенка, либо психоэмоциональные особенности ребенка, и какой уровень его психоэмоционального развития. Далее мы говорим о том, каковы индивидуальные психологические особенности обоих родителей и их влияние на состояние ребенка и особенности его психического развития. Следует за этим, каково действительное отношение ребенка к матери и к отцу, каково действительное отношение родителей к ребенку и каково, возможно, негативное влияние индивидуально-психологических особенностей каждого из родителей на психологическое состояние ребенка и особенности его психического развития. Здесь достаточно все очень формально, но это корректные вопросы, и они максимально помогают суду и, соответственно, судебному процессу прийти к истине и добиться того, что действительно нужно, это защитить интересы ребенка. Для всестороннего психологического исследования важно не только отдельное обследование ребенка и каждого из родителей в отдельности, но также мы говорим о чрезвычайной важности исследования взаимодействия и взаимоотношений каждого из родителей с ребенком. Насколько влияние каждого из родителей помогает ребенку развиваться и комфортно себя чувствовать в обществе, это тоже очень важно. Как пример мы можем говорить о том, что на исследование к нам в организацию однажды было направлено дело об установлении порядка общения ребенка с родителями. Естественно, мы понимаем, что устанавливает данный порядок суд, но мы можем говорить о влиянии каждого из родителей на ребенка. И помимо всех прочих вопросов, о которых мы говорили, вот также ставился пятый вопрос о негативном влиянии отца на ребенка, на его психоэмоциональное состояние и на его психическое развитие. Итак, была приглашена семья на обследование в нашу организацию. Соответственно, при отдельном исследовании, при отдельном разговоре с отцом не было выявлено каких-либо аномальных черт в поведении отца. И при совместном обследовании с ребенком было выявлено, что ребенок живо общается с экспертом и с отцом. Он легко вовлекается в игру, отвечает на вопросы и ведет себя достаточно активно, развито и интересно. В то же время было проведено исследование с матерью, у которой была зафиксирована повышенная тревожность и беспокойство. И с ребенком она общалась в основном глаголами повелительного наклонения. Это были односложные фразы, слова. И ребенок в ее присутствии был очень замкнут, он не шел на контакт с экспертом, его сложно было вовлечь в игру. Обследование он проходил нежелательно и задание эксперта он отказывался выполнять. Были сделаны соответствующие выводы о взаимоотношениях ребенка с каждым из родителей. И заключение эксперта с определенными выводами было направлено в суд. На этом все. Это было слово эксперту. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы их всегда можете задать в комментариях под данным роликом, либо по контактным данным, которые указаны на нашем сайте. Спасибо вам большое и берегите своих детей.